друзья всем привет добро пожаловать на мой канал с вами снова роман я надеюсь вы меня узнали я немного изменил имидж как вы видите побрился но теперь я буду преподавать вот в таком виде более по-человечески выглядеть что касается данного видео урока я вам вот что скажу данный видео урок будет как презентация моей авторской программы я вам много рассказывал о своей авторской методики преподавания я рассказывал что моя авторская методика базируются на диалогах 100 диалога включает себя тематических диалогов что такое тематические диалоги диалоги это диалоги разбитые по тему в принципе допустим вы находитесь в ресторане в аптеке у доктора в аэропорту и так далее да так вот 100 диалогов я разбил на 20 уроков то есть по 5 диалогов в каждом уроке далее кроме этого вот сейчас вкратце вам покажу да вот к примеру вводный урок который кстати я не отнес вот в эти 20 уроков это вводный урок тут всего 4 диалога представлены сейчас я вам покажу вот первый диалог до небольшой такой второй диалог третий диалог ну четвертый диалог далее в каждом моем уроке как и в этом вводном уроке идет после диалогов грамматическая часть в данном уроке тут правило чтения в румынском языке вы видите да это основы любого языка неопределенно определенные артикли в табличном представлении дальше я подробно вам рассказываю что такое неопределенный артикль в каких случаях он ставится в каких нет также определенный артикль или отсутствие артикля далее вот тема в данном вводном уроке вы видите спряжение неправильных глаголов и личные местоимения после чего после грамматической части вы видите у тут представлен вокабулар то есть слова да в вокабуларе те которые да есть в данных вот пяти или в данном случае в четырех диалогах то есть которые мы читаем на данном уроке это для закрепления так сказать лексической части после самих диалогов после грамматической части и лексической части моем каждом уроке вы найдете вот как сейчас здесь видите рекомендации если вы будете при изучении языка до соблюдать вот эти рекомендации я вам гарантирую изучение языка пойдет очень быстрыми темпами так как я на себе так сказать прочувствовал вот эту всю методику мою я на своем опыте так сказать на моих ошибках допущенных я выработал вот эту уникальную авторскую методику мою по принципу изучения пополнения облегчения применения кроме того помимо рекомендаций в каждом моем уроке вы найдете также и домашние задания для проверки усвояемости материала пройденного на данном текущем уроке в каждом уроке будет 10 предложений которые вам надо будет перевести с русского языка на румынский и прислать мне их в телеграме будете периодически как только по мере выполнения так сказать я буду их проверять и говорить вам по каждой ошибки подробно разбирать каждую ошибку так вот еще что хочу сказать о своих диалогах друзья мои эти диалоги 100 диалогов да это фактически одна огромная история как одна семья из молдовы едет в гости к другой семье в румынии и вот там эти две семьи посещают там и костел убран и другие достопримечательности румынии и бухарест ну и так далее эта методика очень хороша тем что она поможет в изучении румынского языка и тем кто изучает его с целью получения гражданства в румынии сдачи присяги до в румынии но и также и тем кто хочет изучить с любой другой целью румынский язык в том числе и для себя так вот начнем мы урок с мы кеме Линута Мариш Сут роман, сут инжинир, есть соция моя. Норок, меня зовут Ленуца Мариш. Сут сутсия Луи Раду Мариш. Сут романка, сут инвецетоаре. Префаца адуа. Это мой сын. Салют, меня зовут Аурел Мариш. Сут роман, сут студент. Сут донул Игорь Таку. Норок, меня зовут Игорь Таку. Сут дин Република Молдова. Сут манэджер, есть соция моя. Префаца а трея. Салют, меня зовут Наталия Таку. Сут касникэ, есть фиика моя. Норок, меня зовут Аурикат Таку. Сут студентэ. Префаца а патра. Буна сяра. Буна сяра. Че фачець? Бине, мэрси. Дар ешти ромынке? Ну, сунт молдовянке. Чи не е а часты фаты? Есть со ромя Анастасия. Норок. Ну вот, друзья мои, мы почитали с вами по ролям данные диалоги. Теперь переходим, как я говорил, к грамматической части. Начинаем мы наш с вами урок с правил чтения в румынском языке. Сразу скажу вам, друзья мои, что в румынском языке правила чтения совершенно не сложные. То есть, фактически, как вот пишется тема, как пишется, да, так и читается. Ну, как говорят, как и в немецком языке. Так вот, но есть нюансы в румынском языке. Вот вы видите в данной таблице сочетание букв, да, такие как АЙ, ОЙ, УЙ, ЕЙ. Так вот, данные буквы читаются, вот как тут написано в столбце номер 2, русский вариант, да. То есть, буква И в данном случае читается, как и краткое в русском языке. Итак, эти сочетания букв читаются в любой части слова. Так вот, идем дальше. Сочетание букв ЕА и А читаются на русский язык буквой Я. То есть, вот такой тоже нюанс. То есть, эти две буквы и эти две буквы, как буква Я. Хочу сказать, вот тут вы видите в примечаниях, практически в любой части слова читаются вот эти сочетания двух букв, как буква Я в русском языке, но имеются исключения. Идем дальше. Как вы видите, друзья мои, буква И, да, которую вот в сочетании букв в самые верхние, которые мы приводили, она читается как И краткое. Но чаще всего я хочу вам сказать, что эта буква И, она чаще всего читается как мягкий знак в русском языке. Но только если является последней буквой в слове и стоит после согласной, в остальных случаях она читается как И буква. Хотя имеются тут тоже исключения. К этому сразу скажу, друзья мои, привыкайте, так как в румынском языке очень много исключений. Очень много. Тут, как в шведском языке, многое очень надо запоминать чисто наизусть, как есть. То есть очень многие грамматические моменты не поддаются никаким правилам. Идем дальше. Сочетания таких букв, как И, И или ИИ читаются соответственно в любой части слова, как И или ИИ. Да, ну, фактически мы тут видим, как видим, да, так и читаем. Как пишется, так и читается. Идем дальше. Три такие своеобразные сочетания букв, как И, У, И, Е и И, О. Вы видите, да? И, У читается как Ю в русском языке. И, Е читается как Е. И, И, О как русская буква Ё. Сразу вам хочу сказать, сочетания вот этих букв практически в любой части слова читаются так, но имеются тоже исключения. Без них в румынском языке никуда. Дальше. Вот уникальные, так сказать, буквы, да. Буква К, да, она по себе, сама по себе читается как буква К. Но если после нее стоит буква И или Е, то, соответственно, читается буква К, как ЧИ или ЧЕ. Да, в русском языке. Но если между этими буквами встает буква Х, как мы видим, да, то читается, соответственно, как КИ или КЕ. С буквой ДжИ-ДЖЕ все то же самое. Сама по себе эта буква читается как буква ГЕ. Но в сочетании с буквой И или Е, считается звуком, который есть в английском языке, да, в русском языке нет такого звука. ДжИ или ДЖЕ, соответственно. И аналогия как вот с ЧИ-ДЖЕ, тоже если буква Х встает между этими буквами, то она читается так же, как и сама по себе, как буква ГЕ, да. То есть, соответственно, ГИ или ГЕ. Вот эта особенность, кстати, присуща тоже испанскому языку, я знаю. Не только в румынском так. Вот, в принципе, и все правила чтения в румынском языке. То есть, довольно просто, вы видите, да. Ничего сложного нет в этом. Идем дальше, друзья мои. Следующая тема. Неопределенные и определенные артикли. Так вот, как вы видите, сейчас на экране. Смотрим только на первые столбцы, да. Смотрим только, только сейчас на неопределенную форму. И на определенную форму, но только на столбцы именительного, винительного падежа. То есть, родительный и дательный падеж мы с вами не трогаем. И по неопределенной форме, и по определенной. Только смотрим, получается, на первый столбец и третий столбец, да. Только падежи аккузатив. Те, кто со мной уже давно на ютюбе, те прекрасно знают, что в румынском языке всего лишь два падежа. Это падеж аккузатив и датив. Так вот, мы тут затрагиваем только артикли по падежу аккузатив. Как вы видите, да, три рода в румынском языке есть. Мужской, средний и женский род. И также есть два числа. Единственное и множественное число. Начнем традиционно, как указано вот в таблице, с единственного числа, да. По мужскому и среднему роду, как вы видите, друзья мои, в единственном числе присутствует у имен существительных артикль «ун». Да, это первый столбец я сейчас читаю, вы все прекрасно видите и понимаете. Далее средний род. Тут есть нюанс, друзья мои, сразу вам хочу сказать, что, к сожалению, в румынском языке никак вы не отличите слово существительное, не отличите род этого существительного, мужской или средний. То есть, мужской и средний род, они в румынском языке не отличимы никак. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю для кого как, в румынском языке имена существительные, надо просто зубрить наизусть и запоминать, что это слово среднего рода, а это слово мужского рода. Почему это важно, друзья мои? Так вот, это важно потому, что в единственном числе и во множественном числе вот это слово видоизменяется по разному принципу абсолютно у мужского рода слов и у женского рода слов. Сейчас я вам покажу все это на примерах и более подробно растолкую. Женский род имеет неопределенный артикль следующий. Это О, к примеру, вот как вы видите, да? О луне, о кассе, о патрие, о стя, о влупе. То есть тут мы запомнили, да, элементарно. То есть по мужскому среднему роду неопределенный артикль УН, по женскому О. Теперь смотрим, возвращаемся наверх и смотрим уже третий столбец, да, тоже падеж акузатив, но уже определенную форму. Вы заметили, да, неопределенные артикли ставятся перед существительным раздельно с ним. А вот как вы сейчас видите в третьем столбце, определенные артикли ставятся в конце существительного, слитно с ним. Было УН-АН, стало А-НУЛ. Было УН-ФИУ, стало ФИУЛ. Было УН-КИНЕ, стало КИНЕЛЕ. Да, по мужскому роду. Вы видите, в основном по мужскому роду и среднему, вот сейчас средний род, да, прочитаем, Было УН-ТРЕН, стало ТРЕН-УЛ. Было УН-ГРАЙ, стало ГРАЮЛ. Было УН-ЛИЧЕУ, стало ЛЦЕУЛ. Было УН-ТАТЕ, стало ТАТЕЛ. Как вы видите, в основном это артикль УЛ, да, по мужскому и среднему роду, но есть исключения. Это может быть не УЛ, а просто буква ЭЛ, одна, либо буква ЛЕ, как в слове КИНЕЛЕ. Да? Вот теперь идем дальше, друзья мои. Женский род. Женский род мы видим. Как определенный артикль выглядит. По женскому роду определенный артикль выглядит просто, фактически. Было ОЛУНЕ, стало ЛУНА. Вот это вот домик сверху буквы А пропадает. Было Э, стало А. Вы видите, да? ОЛУНЕ, ЛУНА. ОКАСЕ, КАСА. ОПАТРИЕ, ПАТРИЯ. ОСТЯ, СТЯУА. ОВУЛПЕ, ВУЛПЯ. Вы видите, в основном меняется таким образом, что вместо Э становится буква А, появляется. Либо вместо Е, как вы видите в слове ОПАТРИЕ, меняется на А. ПАТРИЯ. Или добавляется УА, как в слове ОСТЯ, СТЯУА. ВУЛПЯ, или же добавляется тоже, как в слове ОВУЛПЕ. ВУЛПЯ. Да? Вот такая вот особенность. Друзья мои, сразу вам скажу, вы заметили, наверное, уже и без меня, что обычно можно определить только слова женского рода по их внешнему виду. Отличить от мужского и среднего рода. Это женский род. Обычно он характерен тем, что в 99% случаев женский род характеризует буква Э на конце или Е на конце. Да? ЛУНЕ, КАСЕ, ПАТРИЕ, ВУЛПЯ и так далее. То есть это 99% гарантии, что слово женского рода. Но, как я сказал, есть исключение. Как вы видите, слово, да? УНТАТЕ, УНТАТЕ, это средний род. То есть ПАПА по-румынски слово среднего рода. Хотя выглядит как женский род. Буква Э на конце. Или вот, видите, УНКИНЕ. Тоже, я сказал вам, да, только что, 99% гарантии, что если в конце буквы буква Э или буква Е, то это слово женского рода. Но тоже есть исключение. Слово УНКИНЕ, хоть Е на конце, но это слово мужского рода, а не женского, да? Видите, вот с этим небольшая путаница. Поэтому, как я вам сказал, друзья мои, изучайте наизусть имена существительные. Без этого никак. Теперь разбираем с вами подробно множественное число, да? Артикли определенные и неопределенные по множественному числу. Вы видите, в первом столбце артикль множественного числа, неопределенный артикль. И по мужскому, среднему и женскому роду это артикль НИШТЕ. НИШТЕ АННЬ, НИШТЕ ФИЙ, НИШТЕ КЫНЬ, НИШТЕ ТРЕНУР, НИШТЕ ГРАЮР, НИШТЕ ЛЦЕЕ, НИШТЕ ЛЮНЬ, НИШТЕ КАСЭ, НИШТЕ ПАТРИ, НИШТЕ СТЕЛЕ. Теперь смотрим третий столбец, да? Это определенный артикль. Было АНЬ, да? Стало АНИ. Было ФИ, стало ФИЙ. Было КЫНЬ, стало КЫНИ. Было ТРЕНУРЬ, стало ТРЕНУРЛЕ. По среднему роду, да? Было ГРАЙ, ГРАЮРЬ, стало ГРАЮРЛЕ. Было ЛЦЕЕ, стало ЛЦЕЕЛЕ. Дальше. По женскому роду. Было ЛЮНЬ, стало ЛЮНИЛЕ. Было КАСЭ, стало КАСЭЛЕ. Было ПАТРИ, стало ПАТРИЛЕ. Было СТЕЛЕ, стало СТЕЛЕЛЕ. Вы видите, да? Определенный артикль по множественному числу у слов среднего рода и женского совпадает. Это в основном ЛЮ, да? Не в основном, а везде, во всех случаях. Я тут специально для вас выделил красным цветом те места в словах, которые видоизменяются. Так вот, средний женский род, определенный артикль это ЛЮ, а по мужскому роду это И, да? Палочка с точкой. Видите, в отличие от единственного числа, вы заметили разницу, да? То есть, определенный артикль в единственном числе, он похож как раз по мужскому и среднему роду в основном. Это УЛЬ в основном. Да? А по женскому роду, ой, по множественному числу, наоборот, определенный артикль схож по среднему и женскому. То есть, да, поняли? По единственному числу это мужской и средний, по множественному числу это средний и женский. Сходство имеет. Как я сказал, пока вот падежи, падеж датив мы не трогаем с вами. Затронули только артикли падеже, акузатив. Теперь подробно с вами разберем. Неопределенный артикль, да? Что это такое, с чем его едят, так сказать? Неопределенный артикль существительных единственного числа по мужскому среднему УН, по женскому О, вспоминаем, да? Он носит количественный оттенок и соответствует таким понятиям, как порция, стакан, чашка, ну и так далее. К примеру, вот вы видите. Бяу, Ун, чай. Я пью чай. А можно сказать, префер, Ун, чай. Я предпочитаю стакан чая. Видите, неопределенный артикль УН уже вносит оттенок, стакан или чашка, да? Префер Ун, чай. То есть, вы поняли тут, в принципе, только вот этот количественный оттенок придается. Или понятие, да, порция, стакан, чашка. Поэтому, если вы скажете префер, чай, или бяу, чай, или бяу, Ун, чай, разницы не будет вообще. Вы просто оттенок своеобразный даете. Так вот, употребляется он в следующих случаях, как вы видите, друзья мои. Первое. Когда предмет или лицо упоминается впервые в тексте, либо когда речь идет об одном предмете из ряда ему подобных. В этом случае ставится неопределенный артикль. К примеру, да, как вы видите на экране, всегда проще понимать по примеру. Раду аре ун зияр. У раду одна из газет. К примеру, да, то есть ряд из ему подобных. Одна газета или одна из ряда других. Во-вторых, вы видите, дополнение к глаголу а-ад-ля, выраженная существительным единственного числа, как правило, получает неопределенный артикль. К примеру. Ам о карте. У меня одна книга. Мария аре ун пикс. У Марии есть одна ручка. Глагол аре, да, имеет, если дословно. Мария имеет одну ручку. Эти глаголы, кстати, мы сегодня с вами поспрягаем. Это самые важные глаголы. Такие глаголы, как глагол а-авя, иметь или глагол а-фи, быть. Это два самых важных глагола в румынском языке. Мы поспрягаем с вами сегодня их обязательно. В-третьих, вы видите, в случае, если подлежащее, выраженное существительным, находится в конце предложения, то оно имеет неопределенный артикль. Например, Вы видите, да, в нашем доме находится какой-то гость. То есть, один, да, или какой-то. Вы это уже поняли, что неопределенный артикль означает, что вещь, предмет или человек в количестве одна штука, да, один человек. И все в этом духе, да. Или одна книга, Одна газета, Один гость, Тут тоже вы видите, Уаспятый выглядит слово как женский род, а на самом деле это не женский род. Но мы с вами об этом уже знаем, и поэтому мы не ошибемся. Далее, артикль Ниште. Вы помните, это неопределенный артикль, тоже по множественному числу существительных. Так вот, эта форма, как вы поняли, уже не изменяется по родам и числам. Неопределенный артикль Ниште, фактически, на русский язык имеет значение, как какие-то, несколько, немного или некоторое количество. И употребляется в том случае, когда необходимо подчеркнуть количественную или качественную неопределенность понятия, выраженного существительным. Ну, это все на таком литературном, вузовском языке. Я бы сказал так. Сейчас попроще объясню на примерах, да. Всегда легко понимать по примерам. К примеру, на остановке находится несколько такси. Или Кумпер Ниште Карни. Я покупаю немного мяса. Да, вы видите. Несколько, немного, вот так и переводится неопределенный артикль Ниште по мужскому, женскому или среднему роду. Тут хочу вам дать один нюанс, друзья мои. В разговорной речи, в повседневной, да, румыны практически никогда не употребляют этот артикль Ниште. Поверьте моему 13-летнему опыту говорения на румынском языке, если можно так сказать. Очень редко употребляют румыны этот неопределенный артикль по множественному числу. Так что вы можете его вообще не употреблять. Ну, только если в таких случаях, когда хотите сказать несколько или немного, тогда говорите. Но если вы скажете Кумпер Карни, это же не ошибка будет совершенно. Можно не говорить Кумпер Ниште Карни, просто Кумпер Карни. Или Инстация Сунтак Сьюль. То есть, вы поняли, да? То есть, количественный оттенок передает вот этот самый неопределенный артикль. Идем дальше, друзья мои. Плавно переходим к определенному артиклю. Так вот, определенный артикль по названию понятного, он говорит о том, что существительное, обозначающее предмет или лицо, известно и говорящему, и слушающему из контекста, ну или из обстановки, и употребляется в следующих случаях. Первое. Когда существительное ранее употреблялось в тексте. Да, тут мы уже поняли, да? Если мы впервые в диалоге говорим какое-то существительное, особенно если одно, в количестве одна штука, мы говорим с неопределенным артиклем. Дальше, если в нашем диалоге повторяется это слово, то мы его уже ставим в определенной форме. Далее. Второе. В случае, если подлежащее, выраженное существительным, находится в начале предложения, то оно получает определенный артикль. К примеру. Воспитале есть инкасса нуастре. Гость находится в нашем доме. Помните, да? Там ранее было предложение, то есть, существительное было в конце предложения. Поэтому оно было неопределено. Но традиционно, если существительное выносите на начало предложения, да, подлежащее, то оно в определенном состоянии. Было унваспетэ, а тут уаспетале. Да? Идем дальше. Далее. Когда ставится определенный артикль? Когда существительное, имеющее притяжательное местоимение, существительное, имеющее притяжательное местоимение, обязательно будет иметь определенный артикль. Вот это жесткое правило, друзья мои, знайте. Если есть притяжательное местоимение, как в примере, КАСА НУАСТРЕ ЕСТЕ ФОРТЕ МАРЫ Наш дом очень большой. То есть, видите, румыны наоборот говорят, не наш дом, а дом наш. Сначала говорят существительное, а после него притяжательное местоимение. Так вот, вот это притяжательное местоимение, оно уже определяет существительное. И запомните, строго существительное будет определено. в данном случае не КАСЕ НУАСТРЕ ЕСТЕ ФОРТЕ МАРЫ А КАСА НУАСТРЕ Вы видите, да, я тоже красным цветом тут обозначил. Далее, существительное имеющее определение получает определенный артикль. Например, САЛА ДЕ КУРС Это лекционный зал. Это лекционный зал. Инженер Мунтян Или ЛИМБА РОМЫН Или БИБЛИОТЕКА КУРКУБЕУ Ну, или, вот, пример, ПЕШТЕЛЕ КУМПЕРАТ ЕРЬ РЫБА КУПЛЕННАЯ ВЧЕРА Вы видите, то есть, если есть слово определение, есть инженер и фамилия его Мунтян То есть, будет инженер с определенным артиклем строго. Инженер Л Мунтян Если есть язык, язык какой? Румынский, да, ЛИМБА РУМЫН То слово РУМЫНСКИй, оно определяет первое слово ЛИМБА. Поэтому будет не ЛИМБЕ РУМЫН АЛИМБА РУМЫНСКИй Тоже со словом КУРКУБЕУ БИБЛИОТЕКА КУРКУБЕУ То есть, будет не БИБЛИОТЕКА КУРКУБЕУ Потому что есть название библиотеки, да, и это название определяет первое слово. Поэтому будет БИБЛИОТЕКА КУРКУБЕУ Ну и так далее, друзья мои. Идем дальше. Существительное стоящее после глагола КУ может иметь определенный артикль. К примеру, как вы видите МЕРГКУТРЕНУЛЬ Я ЕДУ на поезде. В данном случае, когда мы говорим на автобусе, на поезде, на самолете, на пароходе с предлогом КУ после предлога КУ существительное, да, оно, как правило, имеет определенный артикль. Дальше, друзья мои, переходим к отсутствию артикля. Отсутствие артикля тоже важная тема. Как и определенный и неопределенный артикли в румынском языке используются не всегда, иногда не используется никакой артикль, то есть неопределенный, не неопределенный. Так вот, в каких случаях он имеет место быть? Первое, существительное, обозначающее профессию или род занятий, функции именной части сказуемого используется без артикля. к примеру, да, как мы видим. Сунт инженер, я инженер, есть студент, он студент, да, вы видите, что студент, инженер, это фактически род занятий, да, профессия, то без всякого артикля в данном случае мы используем слова. также слово сунт это глагол афи, мы сейчас, как я сказал, один из двух самых важных глаголов в румынском языке, мы вас с вами обязательно сегодня разберем подробно эти глаголы. Это глагол аавя иметь и глагол афи быть. Так вот, сунт это от первого лица я есть инженер, по сути. Дальше, неисчисляемые существительные. В данном случае обычно у неисчисляемых существительных не бывает артикля. Ну, поправку сделаю, бывает, но чаще всего определенный артикль, либо вообще без артикля. Я не помню ни разу, чтобы у неисчисляемых существительных был неопределенный артикль. Вот такого не бывает. Определенный может быть, но чаще всего без артикля. К примеру, такие неисчисляемые существительные, как апэ, вода, вин, вино салат и салат ну и так далее они употребляются как правило без артикля пример латчины я у карли сау пешты на ужин я беру мясо или рыбу или же префер от и минералы я предпочитаю минеральную воду вот в данном случае да и используются как правило слова без артикля но опять-таки же если вы скажете префер а по минералы это тоже будет грамматически верно потому что после слова а по мы с вами прошли эту тему стоит слово определение вода какая минеральная а по минералы префер аппы а по минералы то есть тоже будет правильно идем дальше в третьих после предлогов существительное не имеющее определение употребляется без артикля как правило запомните да после предлогов обычно есть отсутствие артикля к примеру я работаю на заводе ну крез на узины работаю на заводе эти слова узины не 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 узины хотя тоже бывает вы знаете бывают случаи когда ну эти случаи редки как правило когда вы хотите опять подчеркнуть количественную количественный оттенок до или один из ряда каких-то допустим рук реза лао фирмы то есть работаю в одной там из каких-то фирм то есть то есть имеет место быть тоже тут не определенный артикль на чаще всего как я сказал вот отсутствие артикля бывает у неисчисляемых существительных и после предлогов не бывает артикля обычно ни того ни другого но повторюсь если конечно нет слова определения примечание тут предлогу составляет единственным исключением после него существительное может употребляться с определенным артиклем в тех случаях идем дальше вот в тех случаях когда в единственном числе существительное используется с неопределенным артиклем во множественном числе она обычно употребляется без артикля к примеру если мы в единственном числе говорим ом ум при этом у меня есть один друг да то во множественном числе как я сказал обычно румыны не любят употреблять артикль не что и а мне что при этом так румыны не говорят они говорят просто ам при этом то есть про неопределенный артикль по множественному числу для всех трех родов не что и можете практически забыть даже но имейте ввиду что есть такой артикль но употребляется он крайне редко я сказал идем дальше друзья мои спряжение неправильных глаголов и личные местоимения но я тут их обозвал неправильными друзья мои но сразу вам скажу что в румынском языке все глаголы неправильные просто за основу при разработке своей методики я взял три книги основные это две из них вузовские книги по которым учатся студенты в университетах до высших учебных заведениях одна книга она так сказать кишиневского производства она скомпонована из кучи других книг где идеально идеально приведена вся грамматика основная грамматика румынского языка всего лишь на 80 листах учебник так вот в этом учебнике вот эти глаголы обозваны неправильными но не будем вникать в эту ерунду мелочь как я считаю это не стоит нашего внимания как не обзови глагол он все равно глагол так вот самый важный глагол в румынском языке это глагол афи быть и глагол а авиа иметь эти два глагола используются в следующих случаях глагол афи это глагол быть как я сказал к примеру в древние времена даже в русском языке это был этот глагол когда-то когда царь говорил а за есми царь я есть царь так вот не знаю по какой причине но из русского языка этот глагол самоустранился спустя столетия до но в европейских языках во всех практически и румынские не исключение остался этот глагол вы видели по теме по примерам сверху до румыны не говорят сунт то есть румыны говорят сунт инженер я у сунт инженер я есть инженер то есть румыны не говорят я инженер они говорят я есть инженер или он есть бухгалтер ел ест и конта бил до примеру ну и так далее или он юрист ел ест и жюрист ну и так далее то есть в данном случае румыны всегда используют глагол быть я есть ты есть он есть также этот глагол может еще переводиться если в третьем лице его используем как является или находится то есть есть и до допустим как пример сверху да был пример инкасса ну астре и ст и у вас 5 да вы увидели выше пример инкасса ну астре если он вас 5 так вот если переводится еще как я сказал является или находится поспрягаем тут вы в таблице друзья мои видите личные местоимения е у ту ел я но и вой ей ели я их написал несмотря на то что румыны тоже не любят личные местоимения употреблять в разговорной речи так как в румынском языке уже по виду глагола можно определить о ком речь о я о ты о она или они но без разницы обо мне о тебе о нас но тут на начальном этапе изучения румынского языка я вам рекомендую друзья мои как и всем ученикам которым я преподавал за 10 лет румынский язык у меня десятилетний стаж работы по обучению румынского языка рекомендую на начальном этапе использовать все таки эти личные местоимения и так поспрягаем глагол афы быть я у сунт я есть ту ешь ты есть ел ест и я ест и он есть она есть но и сунтем мы есть войсун тэц вы есть ей сунт или еле сунт они есть и они есть как вы видите да по множественному числу они разница до по мужскому роду будет ей по женскому ели то есть до заметили в румынском языке они по мужскому и они по женскому по разному пишется и произносится далее второй глагол не менее важный глагол а авиа это глагол иметь так вот друзья мои этот глагол тоже очень важный и румыны его в основном используют в тех случаях когда мы хотим сказать вот аналог на русском на русский язык у меня есть румыны не говорят у меня есть книга они говорят я имею книгу о карте или я имею дом о кассе да так знаете когда вы хотите сказать по-русски у тебя есть у него есть у нее есть румыны говорят я имею ты имеешь он имеет мы имеем вы имеете или они имеют ну и так далее друзья мои так что учтите это два сантиметра и так далее да мы видим поспрягаем ел ам я имею ту ай ты имеешь ел ары я ары он имеет она имеет 0 1 1 мы имеем мой а ведь вы имеете и ей ау или же ели ау да они имеют ну и так далее друзья мои так что учтите это два самых самых важных глагола рекомендую вам их зазубрить наизусть и постоянно применять в жизни до третий глагол не знаю как он попал в эту таблицу ну так как в основной из трех книг о которых я говорил это грамматика лимбии румыны им табель и глав грамматика румынского языка в таблицах я взял этот материал с этой книги там этот глагол а луа почему-то тоже отнесен к этой группе неправильных глаголов хотя повторюсь в румынском языке все глаголы неправильны так вот этот глагол он спрягается тоже не свойственно не стандартно так вот поспрягаем глагол переводится как брать на русский язык да кстати перевод всех этих слов из таблиц которые вы встречаете в данном уроке есть обязательно в вокабуларе в словаре да который как я сказал имеется в каждом моем уроке так вот поспрягаем я у я у я беру ту ей ты берешь ел я он берет я я она берет но и но им мы берем вой руать выберете ей я или еле я да они берут то есть по мужскому и женскому роду по разному как вы видите вот друзья мои задание вам на первый урок обязательно изучите наизусть все вот эти три глагола и спрягайте их и спрягайте причем до автоматизма далее как я сказал помимо пяти диалогов в каждом моем уроке имеется вот грамматическая часть которую я вам растолковал на и подробнейшим образом да и вот лексическая часть вокабулар словарь в котором встречается слова как я сказал в начале урока слова из данных диалогов обратите внимание слова в инфинитиве до читаются следующим образом впереди частица а появляется и ударение падает по крайней мере в первом во втором и четвертом группах глаголах ударение падает всегда на конец повторюсь в инфинитивной форме глагол а а салюта а чема а чема социе норок инвыцеттоаре фиу дом а а нам и небо Субтитры сделал DimaTorzok Домнишуаре, соре, афи, аавя, алуа Видите, да, в глаголах, в инфинитивной форме глаголов ударение на конец Тут отдельно я хочу сказать, друзья мои, про ударение в румынском языке Как принято считать, в румынском языке ударение не фиксировано Поэтому, к сожалению, раз оно не фиксировано Вам необходимо тоже все существительные запоминать наизусть Вот запоминать не только какого рода, да, существительное, мужского, среднего или женского рода Но и также запоминать, куда падает ударение конкретно в каждом слове Так как не существует правил фактически в румынском языке, которые бы говорили о том, как ударение ставится Ну вот как-то так Дальше Рекомендую вам, друзья мои Наиподробнейшим образом вот эти рекомендации изучить и изучать язык Следовать моим рекомендациям по принципу изучения, пополнения, облегчения, применения Так как, так сказать, на своей шкуре я проверил вот эту всю методику Она уникальна Она вам ближайшие, за ближайшие 20 уроков поможет освоить румынский язык на бытовом разговорном уровне И все диалоги, они включают терминологию простую, бытовую, да, как я уже сказал Там нету технических терминов разных, там, узкоспециализированных, медицинских, там, ну и так далее Слов типа принцип работы синхрофазотрона, да, такого, естественно, в моих диалогах не будет Поэтому методика уникальная 100 диалогов, разбитые на 20 уроков, уникальные, с грамматической и лексической частью Я вам рекомендую учиться со мной на YouTube, да, во-первых Во-вторых, изучать по моей методике румынский язык Повторюсь, она упрощена до невозможности Я упростил ее на своем личном опыте Я набил за 13 лет кучу шишек И поэтому я не хочу, чтобы вы при изучении румынского языка набивали эти шишки Поэтому для вас я создал вот эту уникальную методику Так вот, вот эти вот предложения переводите и присылайте мне на телеграм-канал Я подробно разберу каждый случай Кто правильно перевел, кто неправильно, разбор ошибок сделаю Так вот, этот видеоурок, он выставлен на YouTube в виде презентации Презентации моей авторской методики, как я сказал Которая будет находиться в платном доступе Я в течение месяца сниму всю мою авторскую методику, состоящую из 20 уроков И выложу интернет, я подумаю, по какой цене выложить И дам вам ссылку для скачивания Те, кто хотят изучить вот по такому способу, по моей методике румынский язык Вы примите решение, приобретете те, кто хочет Так что, я надеюсь, презентация моей методики вам понравилась Всем хочу пожелать успехов, удачи в изучении румынского языка Учите румынский язык со мной, и вы преуспеете Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok